Доски Брейл с большой скидкой во всех магазинах Сквот. С доставкой по всей России. Закупайся сейчас, в чёрную пятницу. Здорово, народ, у меня для вас доставка. Для армии Брейл. Сегодня мы здесь вместе с Майбрайд. И нам в руки попала невероятная, уникальная, супер-секретная первая в мире разработка. У этого скейтборда есть тормоза. И что же это тебе даёт? Благодаря этому можно съезжать с невероятных уклонов. Сегодня этим и займёмся. И разберёмся в том, как работают эти тормоза на лонгборде. Выглядит безумно. Ну, потому что так и есть. Да, я потратил все свои сбережения на это, так что надеюсь, вам понравится. Это работает точно так же, как тормоза на машине. Если делать как на велосипеде, то колёса откручиваются. Если делать как на самокате, то просто фигне. Так что это как машина. И даже сделано на автомобильной фабрике. Многие части. Короче, едешь такой, и просто такой, ва-пау, и останавливаешься. И такой, офигенно, братан. И что же ты вдохновила это сделать? Чувак, да мы стираем все свои кроссовки, когда съезжаем с холмов. И я такой, так давайте сделаем тормоза. И получилась фигня. И потом мы сделали другие, и получилось ничего. Достаточно хорошо, чтобы вы это заценили, ребят. О, да, погнали. Да вообще офигенно. Ну чё, ребят, погнали бомбить холмы? О, да. Так, а их можно поставить на любую доску? Можно прикрутить куда угодно, главное, чтобы там были отверстия под болты. Так что давайте сюда свою самую безумную дечку и прикрутим. Вообще офигенно, конечно. Так это получается прототип, который люди сейчас купить не могут. Или уже можно? Нет, нет, уже в продаже, все могут купить. Рик, я очень кстати подготовил для тебя свежую дощечку Рикки Майт. Так что давай-ка прикрути их туда, и посмотрим, сможешь ли ты сделать из этого обычную стритовую доску с тормозами. Так, у меня вопрос, как она прикручивается, этой стороной или этой стороной? Нет, наоборот. Да, вот так. Так, ну что я понял, на лонборде это очевидно уже есть, но нам придется сделать здесь дополнительную дырку. Чтобы расположить тормозной механизм. Так что придется с этим разобраться. Это было просто. Ну ты мастер. У нас что, получилось с первой попытки? Не может быть, чтобы у нас получилось с первой попытки. Так вы уже продавали лонборды? Или вот этот комплиц с тормозами, это ваш первый продукт? Нет, мы никогда не будем продавать доску без тормозов. Ну, только если будем делать скейтборды или какую-нибудь промодель типа того. Типа, знаешь, это наша фишка, доски с тормозами. Обычно мы прикручиваем на два болта, но ради тебя мы прикрутим на четыре. О, ребят. Вот это честь. Каковы шансы, что ты нарисуешь Дито на своем наждаке? Дито? Я думал, ты сейчас скажешь. Что ты думал он скажет? Дито? Три, два, один, два. Четыре. Блин, я хотел сказать четыре. Ну как успехи, Рик? Смотри, как я прикрутил. Два крестовых и два шестигранника. И зачем же ты это сделал? Чтобы лучше держалось. Это самое неудобное, что можно представить. И как долго вы конструировали это? Мы работали над этим четыре полных года. Это было непросто. Мы вообще изобрели девять разных типов торможения. И остановились на этом. Мы пробовали контакт с землей, контакт с колесом, контакт с такими маленькими прокладками. Контакт с землей? Да, полная фигня. Видишь этот шрам? Звучит круто. Они соприкасаются с дорогой, и если на дороге кочка, то ты улетаешь вперёд. Потому что доску они останавливают, а тебя нет. Первые в мире досочные тормоза на обычном скейте. Довольно круто. Мы что, никогда не делали тормоза? Не-а. Серьёзно? У нас был... На Етси кто-то сделал... Спойлер. А если вы не хотите этим заниматься, то покупайте комплит в сборе. Там уже всё установлено. Честно говоря, здесь тормоза даже лучше, потому что педаль стоит выше над доской, да? Поэтому тормоз будет прижиматься и тормозить сильнее. Да, этот параметр тоже можно настроить. Короче, Найдзил, мы устанавливаем здесь тормоза на скейтборд и будем бомбить на нём холмы. Удачи вам. Всего вам просто наилучшего. Да ты посмотри. Звучит, конечно, просто поехавши. С тормозами? Ну, это хана, конечно. Я с тормозами плохо обращаюсь. Так, Рик, ну что там, как успехи? Выглядит неплохо. Отверстие проделали успешно. Погнали. Сюда это проходит. И здесь фиксируем, и всё. А ты смог бы поменять тормозные колодки на своей машине? Я? Абсолютно нет. Серьёзно? Но я бы даже масло не смог поменять, если бы нужно было. Если вы можете сами поменять масло, пишите об этом в комментариях. Выглядит очень круто. А ты бы ещё раз изобрёл это? Да, разумеется. Было бы весьма круто, если бы ты такой, типа, быстро едешь, делаешь кикфлип и сразу тормозишь. Да. Давай так сделаем? Ты в порядке, Джонс? Я в опасности. Эй, ты можешь ставить свою ногу под педаль тормоза и так прыгать. Осторожно, машина, машина. Жми на тормоз, Дрэн. Давай по тормозам. Эй, нет, наоборот. Тылом вперёд. Ну, я хочу щёлкнуть с носа. А, с носа. Блин, братан, как плавно. О, я не видел! Да! О! Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Вообще-то это было больно. Но ты прям нервнул. Так, ты сказал, у тебя для нас какие-то идеи. Все подходите сюда. Торможу, торможу. Окей, ребята, у меня для вас челлендж. Мы идём на самый крутой холм на районе. Кто-то из вас гоняется со мной. Если вы выигрываете, мы отдаём пять досок вашим подписчикам. Я так рад, что Джей Дипа участвует в этой гонке. Давай, Джей Дипа, я готов. Давай, давай. Погнали. Погнали. Гло, ты тоже можешь принять участие? Вот мы и добрались до хорошенького холма. Я не буду врать, довольно стрёмно. Там же кто-то разворачивается и перекрывает дорогу. Так, кто будет гоняться, чтобы выиграть нам доски? Не я. Рик, ты у нас доброволец? Вот смотри, что это? Ничего, чувак, они просто едут. Ты найди мне безопасный спот. Короче, вчера я смог съехать по Ломбард Стрит полностью без обуви. А нам видос покажешь? Да, сто процентов. Так, начну потихонечку, потому что не хочу потерять контроль над скоростью. Съехал по Ломбард Стрит без обуви? И что, вы мне скажете, что тормоза это не круто? Хочу научиться. Никогда не бомбил холмы. Серьезно? Не думаю, что когда-либо я это делал хоть на чем-либо. Да ладно. Ну, может быть, не прям холмы. По-моему, все отлично, но тебе нужно подчиняться закону и остановиться до знака 100. Ну, хорошо. Так, ребята, это будет ваш первый холм. Как ощущения? Я нервничаю. Да, я тоже. Отсюда выглядит еще выше и страшнее. Так, у нас там наверху наши три участника. Ну что, тогда погнали. Я поехал. Поехали. О, Джей Ди, будь осторожен. Нифигасе. Я торможу. Вперед! По ощущениям, все не так уж и плохо. Но я думаю, на обычном лонге или на скейте здесь бы точно погиб. А на этом ехать безопасно. А оно плавно? Оно тормозит плавно? О, да. Джей Ди имеет в виду, что без тормозов бомбить этот холм невозможно было бы. Типа, как ты сможешь вовремя остановиться? Но с этой штукой есть уверенность. Блин, офигенно. Тормозит реально четко. Спасибо, да, они работают отлично. Людям просто надо попробовать, и тогда они сразу все понимают, что ничего страшного. Так, Рик, что-то я не уверен в твоих шансах победить в этой гонке, братан. Почему? Да он опередил меня буквально на волосок. На волосок? Да там целый парик, бро. Метра на три тебя опередил. Узи, попробуешь? Конечно. И теперь тормози. Чувак! Блин, на самом деле офигенно. Те, кто разбираются в скейтбординге, когда будут видеть это со стороны, они будут смотреть и такие, что происходит вообще? Да. Офигеть. Так я делать не буду. Ну, короче, гонку мы проиграли. Ну, прикольно, мне нравится. Приятно, средненько. Приятно, чилиш. Чилиш, медленно. Без стресса. Да. Ну, ты глянь. На низком вообще мое сердце. Мое сердце просто... Что за... О, Круз. Это просто безумие. Он едет, чел. Я поеду спокойно и медленно. Так, так, тормозим, тормозим, давим на тормоз. Окей, это офигенно. Это просто невероятно. Офигенно. Блин. Короче, это... Это просто офигенно. Ты был на сто процентов прав, Дэн. Это полностью нивелирует страх перед холмами. Если они сделали что-то, что одобрил Узи, значит, они на правильном пути. Ты говорил, что на них получается расслабляющая поездка. Я это имел в виду. Ты избавляешься от страхов и просто спокойно себе едешь по безопасным холмам Сан-Лиэндро. Я думаю, мы уже достаточно разогрелись. Да. Идем на мегахолм и даем ему съехать. Да, давай. Ну вот, мне и конец. Да ладно, хорош. Хороший холм. Я думаю, тот, кто будет гоняться, должен сначала совершить тестовый проезд. Да. Да, ребят, тестируйте сколько нужно. Видишь, вот эти конусы вот там. Останавливаемся прямо там, у конусов. Это финишная черта? Да, начинаем на вершине. Договор. Короче, вы, ребят, гоняйтесь между собой, и победитель между вами участвует в финале. Запрыгивай, довезем тебя наверху. Сейчас я против Джейди. Да. Ну что, готовы? Да. Три, два, один, погнали. А я уже торможу. Вот это скорость. И у нас есть победитель. Так, Джейди, получается, ты у нас будешь участвовать в финальной гонке. Получается так. Ты хочешь, Джейди? Да. Так, ты говорил, если мы победим тебя в гонке, ты задонатишь пять досок нашим подписчикам. Да. Короче, мы с Джейди устраиваем гонку вниз по этому безумному холму. И если он меня обгонит, скорее всего, мы задонатим пять досок вам, ребят. Окей. И если мы не выигрываем, тогда он с тобой скидывается, чтобы уравнять шансы. Чтобы уравнять шансы, да. Отлично. Ну что, ребят, готовы? Три, два, один, вперёд. Три, два, один, вперёд. Бро, ты просто уничтожил. Но, Джейди, ты тоже хорошо держался? Я хотел выехать на середину, и из-за этого начал тормозить. Блин, это страшно. Все живы и здоровы, и это победа. Да, это точно. Обожаю тормоза. Ты ехал быстрее 30 миль. Серьёзно? Джейди, у тебя было где-то 25. Да, ладно. Да. Так, ну вот настал решающий момент. Поскольку это было немножечко нечестно, мы ещё сыграем в камень-ножницы-бумага. И если вы выигрываете, мы донатим. Скидываемся на раз, два, показывай. Поняли? Окей. Готов? Ну ладно, несмотря ни на что, мы всё равно задоносим три штуки. Все вы, ребятки, пишите внизу в комментариях «Я люблю Брейл». И через неделю мы выберем победителей. Мы тоже своих досок добавим. О, спасибо. Я люблю вас, ребят. Это было офигенно весело. Ну что, ребятки, это действительно было офигенно весело. Я ещё никогда не чувствовал себя настолько в безопасности, когда бомбил холм. А я нечасто их бомблю и вообще нечасто чувствую себя в безопасности, в принципе. Спасибо. Без базара. Спасибо, что пришли. Спасибо, что создали эти невероятные, невероятные тормоза для скейта. Уникальные, первые в мире, самые лучшие. Спасибо большое, мы это очень ценим, это было очень весело. И, конечно же, эти доски остаются вам. А вы пишите в комментариях «Я люблю Брейл», и у вас тоже будет шанс покататься. Он на самом деле дело говорит. Пишите «Я люблю Брейл». И если вы из США, эти ребятки случайным образом отберут двух человек, и мы подарим им эти две доски. Так что да, пишите в комментариях «Я люблю Брейл», и вы должны быть из США. Что-то ещё? Что-то хочешь добавить? Да, если хотите себе такую же, мы продаём подвески с тормозами или доски в сборе на Viberight.com. Надеюсь, вам тоже выдастся покататься на таких, потому что это реально прикольно. И как скейтеру мне нравится наличие тормозов. Погнали. Ссылка в описании внизу. Ещё увидимся. Peace! Субтитры подогнал «Симон»!